Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы рассмотрим такой вопрос, как привлечение инвестиций в стартапы и каким образом к нему можно подготовиться. Для начала нужно упомянуть, что подготовка в первую очередь нужна для того, чтобы уменьшить любые риски, которые могут возникнуть в связи с деятельностью стартапа. И также такая подготовка делает компанию максимально прозрачной. Кроме того, подготовка может не только помочь сохранить стоимость стартапа, но или даже ее увеличить. Основные моменты, которые нужно рассмотреть при подготовке к привлечению инвестиций. Первый момент – это регистрация компаний и открытие счета. Что касается регистрации компаний, здесь необходимо разработать корпоративную структуру и выбрать юрисдикцию. С выбором юрисдикции также связано открытие счета. В данном случае также необходимо упомянуть, что в случае, если фаундеры хотят открыть компанию, например, в ЕС или в США, могут возникнуть вопросы ввиду санкций. Следующий вопрос, тоже один из ключевых. Это оформление отношений с основателями и распределение имени акции и долей. Стоит упомянуть, что разногласия между основателями могут полностью убить стартап. И в случае, когда риски в таком поле не минимизированы, инвестор вряд ли будет заключать какую-либо сделку с таким стартапом. Следующий момент – это формирование отношений с работниками и потенциально формирование опционного пула в случае, если стартап собирается выдавать своим сотрудникам опционы. В данном случае необходимо предусмотреть, сколько человек будет работать в стартапе, кто за что будет отвечать и заключить с ними трудовые договоры. Следующий момент – это оформление отношений с клиентами на компанию. Зачастую, особенно в самом начале деятельности, договоры с клиентами либо не заключаются, либо оформляются на фаундера. В таком случае компания может нести риски и попасть под ответственность в налоговых органах. Кроме того, в случае, когда стартап захочет провести в последующем финансовый или юридический аудит, в случае, когда компания заключала на себя все договоры с клиентами, ей будет легко подтвердить, откуда были получены средства. И последний момент – это оформление прав на объекты интеллектуальной собственности с основателями, основателями и разработчиками на компанию. Это напрямую перекликается с оформлением отношений с сотрудниками и клиентами, но в данном вопросе это не только формализация отношений, но также защита своего продукта.